Тихие такие. Спасибо за то, что вы нашли несколько минут в своей новой жизни, для всех нас новой жизни. Спасибо, что вы пригласили нас на первую очередь. Добрый вечер. Добрый вечер, да, и особенно приятно, что ваши очаровательные коты тоже присоединились к нашей секции. Я хочу, чтобы наше краткое интервью было душевным и спонтанным. В вашей жизни происходит очень большое количество интервью и большое количество официальных, исключительно творческие и профессиональные темы. Я хотела бы, чтобы наше интервью было более сфокусировано на то, что интересует и волнует всех сейчас. Мы проходим сейчас через такой сложный период. Скажите, как проходят ваши будни ежедневные, ваш график, что происходит сейчас? Мы с ним только хотим. У нас нет привязки к тому, что в 10 часов нужно приехать в театр на класс. Вот, поэтому мы сейчас пользуемся и отсыпаемся. Мы не ставим будильник, это нету никакого психологического такого стресса с утра. Прям мы встаем без будильника не позже где-то в 9.30. Но обязательно в одно и то же время мы занимаемся уроком. Это в 12.30. И еще до урока Марь Санна Владиславу Валерьевичу готовить завтрак. Это у нас особый эмоцион сейчас, потому что когда мы связаны с театром, то мы завтракаем после класса. А здесь, так как мы встаем рано, а класс чуть попозже, то я взяла за правило готовить с утра завтрак. Я готовлю завтрак, приношу Владу в постель, мы завтракаем, а потом собираемся на класс. У нас чудесно, чудесно. Какие замечательные подробности ваши почитатели. Спасибо, что вы ими поделились. Что происходит дальше в течение дня? Ну, режим должен быть обязательно для тела, для головы. Обязательно это урок, в одно и то же время это 12.30. Мы занимаемся онлайн с Геннадием Яниным, наверное, кого вы его знаете. Это в прошлом артист Большого театра. Руководитель. И сейчас педагог. Это была его идея. Его идея, ну, как бы, если кто хочет, то он готов на это пойти. И он, как бы, идеолог, а мы все очень быстро, ну, кому надо, все быстро откликнулись на это. Буквально считанные минуты выработали. Это самая минимальная дисциплина, которую мы держим в течение дня. 12.30 – это урок. Прекрасно, прекрасная инициатива. И где бы мы ни были, что бы происходило, мы приезжаем в 12.30, вот урок, кто откуда, кто сдачи, ну, как бы, выходит в эфир, кто откуда, да. Замечательно. Происходит что-то интересное дальше вашей рутинной жизни сейчас в течение дня? Можно без деликатных подробностей? То, с чем вы можете поделиться? Ну, поначалу мы, как только это все началось, это уже практически 4 недели назад, это уже такой длительный срок, да, мы начали разбирать какие-то, не знаю, подарки от поклонников, скопленные годами, не знаю, там, наши какие-то вещи, вот это вот все. Какие-то бумаги, ценные, неценные, не знаю, документы, вот это вот, то, что скапливалось годами, это нужно было вот сейчас все проведить. И дошли никогда, у занятых артистов нет времени в нормальной жизни. Конечно, ты сегодня в одном городе, завтра в другой стране, послезавтра в третьей стране и так далее. Ну, а потом потихонечку-потихонечку дело дошло до шкафов, до всяких уголков, до всяких мелочей, каких-то картин, подарков, которые скоплены где-то в углах, и вот мы их разобрали все это. Поэтому так потихонечку-потихонечку занимаемся домом, друг другом, кошками, да. Иногда уезжаем, у нас система пропусков, и можно брать пропуск не больше двух раз в неделю, мы иногда уезжаем в наш загородный дом просто на природу. Там нет людей, мы уходим в лес и ни с кем не сталкиваемся. В каждой стране, конечно, свои возможности или невозможности, да, по выходу, потому как далеко ты можешь уехать из дома, да, и замечательно, что эта возможность у вас есть, природа нам всегда помогает. Скажите, появились ли какие-то вещи, новые вещи, которым вы стали учиться или изучать, или планируете это еще сделать до того времени, когда локдаун, так называемый, закончится? Ну, йога, наверное. Ну да, для меня точно это открытие йога, это балетные растяжки специальные, балетная гимнастика, то, что в повседневной жизни ты не успеваешь этим заняться. Да, полноценно, конечно, ты греешься перед классом, перед уроком, перед репетициями, перед спектаклями, да, но так полноценно уделить внимание каким-то мелочам в себе, в своем теле, в своих мышцах, связках, конечно, да, нет такой возможности. А сейчас эта возможность появилась, и повторюсь, это балетная гимнастика и йога, то, чем сейчас, не знаю, пробуем заниматься. У меня мечта возродить все-таки мою, наладить мое занятие живописью, я хочу, да, начать рисовать, но, к сожалению, магазин красок не работает, поэтому это нужно все делать по доставке, а это по доставке, это все скучно, сидеть, убирать, ну, я дойду до этого, да. Пока мое творчество все скопилось на кулинарном деле, я пеку хлеб, я пеку куличи, я готовлю ужин, и пока вот все мое творчество, оно вот вся в домашнем, да, в таком вот состоянии. Хотя не видно, что это отразилось, простая готовка на Владе, пока этого не видно совсем. Все очень продумано, все очень без всяких, без пирогов, но очень все такое, да, вот, старались. Комплименты. Многие из нас сказали, что этот страшный период нас учит многому, открывает какие-то новые черты нашего характера, мы познаем что-то для себя, чего не знали раньше, и какие-то уроки мы выносим, начинаем ценить что-то больше, те вещи, которые мы не ценили раньше, что это для вас? Это сложный такой вопрос, но если можно поделиться. Самое важное, наверное, что мы поняли, и мы иногда это так проговариваем скользь, или когда просто повернем голову, увидим друг друга, мы понимаем, что мы, конечно, через многое прошли вместе, и понимаем, что друг для друга мы большая-большая опора, и это очень... Это большое счастье, которое... Мы стараемся, что бы ни происходило, какие новости не приходили, мы стараемся в первую очередь сразу тихо, но посмотреть на это с позитивной стороны, сразу на любую новость, на любую какую-то преграду, границы, потому что сейчас все столкнулись с тем, что это преграды, что это границы, что туда нельзя, это нельзя, это не нужно, очень сжалось пространство, и это, конечно, колоссальное давление, никто не знает, что будет, все люди находятся в состоянии подвешенного, нет земли под ногами, что будет дальше, с культурой вообще во всем мире непонятно, потому что культура просто остановилась, любая форма культуры, и она ушла в интернет, с одной стороны это здорово, главное, чтобы она там не осталась, чтобы это потом все вышло в театры, в залы, в кинотеатры, в цирки. Живая культура, живая культура никогда не сможет уйти, и все наши попытки, все, что мы делаем дигитальным образом, конечно же, это никак не может заменить его станец и его энергию, поэтому мы все... Мы волнуемся, потому что все-таки это очень... культура всегда была финансовой затратной стороной, сейчас финансовый мир очень сильно, и если не сейчас, то чуть позже, безусловно, испытает этот шок финансовый, так или иначе, и люди будут выбирать, что им культура или еда, это, безусловно, как-то дальше будет следующий шаг, но так или иначе мы тихонечко за дверями своих квартир занимаемся, делаем, познаем свою профессию больше и больше, как-то через какое-то, наверное, вот познание этой тишины, отсутствие внимания какого-то, да, ты понимаешь, что, да, ты пришел в профессию по призванию, и никуда это призвание в зависимости от ситуации не делось, и потом все это закончится, безусловно, когда-то это закончится, но ты должен быть готов уже быстро к тому, чтобы начать жить заново, поэтому мы при любых обстоятельствах пытаемся смотреть очень позитивно на все это, быть сильными, крепышами, держимся друг за другом, не ругаемся вообще, да. Прекрасно, да, мы должны, мы должны выставить этот вперед и быть очень сильными и позитивными, и ждать, конечно, и быть готовым, вы как артисты, я как организатор культурных событий, я, безусловно, тоже очень-очень переживаю о происходящем, и мы постоянно в разговорах с коллегами из разных стран, все очень обеспокоены, но в то же время все настроены очень воинственно, все готовы бросаться вперед, когда только это станет возможно, и, собственно, в связи с чем совсем недавно была заявлена наша лондонская гала 21 февраля, где мы очень-очень ждем вас, мы также планируем другие события в других странах, и, конечно, мы настроены очень на позитив, только-только так. Так, скажите, пожалуйста, какие бы партии, вот самая первая партия, которую бы вы хотели станцевать после того, когда сцена откроется? Наверное, их много, да? Их много, но... Любая. Любая, любой выход на сцену, любой крик, который скажет, Маша, Влад, приезжайте, или что, неважно, мы... Сейчас это так важно. Это важно, да, это... Значит, то, что ты выйдешь на живую сцену в живом зрителе, ведь, да? Конечно. Это очень-очень важно, потому что это снится уже, потому что ты на многие вещи смотришь от этой стороны, с этого угла. Дело все в том, что к этой ситуации, вот к этому мировому такому шоку мы оказались готовы еще год назад, когда у нас случилась вот эта травма наша на пару одновременно, и, в общем-то, мы все это год назад... Я это очень хорошо помню с болью и с грустью. Да, на самом деле мы все это прошли, ровно вот это состояние изоляции, это состояние шока, этого просто вот зависимости от всего и незнания, что будет дальше, мы прошли ровно год назад. Но только было еще хуже, потому что мы ничего не могли делать совершенно сами. Мы были нездоровы, да. Сейчас в этой ситуации мы вместе с миром уже, и при этом мы абсолютно здоровые люди, поэтому мы крепче, конечно, чем... Но вы уже морально были подготовлены... Морально, психологически готовы, да. Да, да. Это... И видите, как сложилось, да, вы пережили травмы и эти ожидания, и сейчас случается такое, ну, вы сильные и... Да, все проходит. Действительно, Соломон был прав, а все проходит. И это пройдет. Скажите, и, наверное, самый последний вопрос, потому что я знаю, что у вас намечены следующие интервью. Да, да, да. Прямой эфир, да, Даш. Тем более, да. Последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать всем вашим почитателям и всем зрителям, которые увидят это интервью, которое вначале будет издано на русском языке, и к которому впоследствии добавятся и английские субтитры тоже. Что бы вы хотели пожелать вот именно сейчас в этот тяжелый пока еще для всех нас момент? Мне кажется, прежде всего, это терпение. Терпение гармонии внутри себя. Безусловно, здоровье, без которого как бы даже невозможно ни о чем говорить. Что ты скажешь? Я все-таки хочу сказать, что тяжело любое время, любое бремя, время, трудности легче проходить, когда есть какое-то минимальное... Ну, вообще, когда есть работа, все проще, да? И вот я хочу, чтобы вот этот позитив, чтобы это на какое-то время я хочу пожелать людям, чтобы этот позитив был сейчас, как работа. Чтобы люди... Да, чтобы... Это надо. Надо радоваться восходу, если ты проснулся рано, и тебе не спится. Надо радоваться закату, если ты его видишь и застаешь. Ты не в какой-то суете, а вечером, да? Надо радоваться, если бежал ребенок и натворил какое-то сейчас дело, безобразие, что-то. Радоваться, что у тебя есть время это убрать, наладить и так далее. Что жизнь вот она вот так вот подбрасывает. Радоваться, что, не знаю, вторая половина что-то придумала, что-то учудила, что-то или не учудила, лежит на диване. И прекрасно, что она лежит, значит, есть время полежать на диване. Ну, когда еще представится такой случай, когда за это можно не пинать, да? Ну, чтобы вот радовались, если родители что-то брюзжат, и что-то достанавливают, что они чего-то хотят. Это прекрасно. Радоваться. Вот эта работа на позитив, и она потом принесет просто хорошие, правильные, наверное, привычки, когда мы будем ценить жизнь друг друга, смех. Потом мы вырвемся все на работу, а у нас привычка ценить друг друга останется. Вот я хочу пожелать вот этой работы на позитив. Спасибо. Она всех объединяет, всех. Спасибо. Кошачьих, кошачьих. Было замечательно вас увидеть, пообщаться, услышать такие замечательные ответы. Спасибо за вашу искренность и за ваше время еще раз. Остаемся на позитиве. Очень-очень ждем новых встреч на сцене, в Лондоне, в других странах. И с любовью, и до скорых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.